Джей Артур Ренг представляет В фильме также снимались Дэвид Томлинсон, Иван Оуэн, Соня Холм и Маргарет Разерфорд. Сценарий Питера Блэкмэра. Композитор Темпл Абэйди. Композитор Томлинсон, Иван Оуэн, Соня Холм, Соня Холм, Соня Холм, Соня Холм, Соня Холм. Композитор Томлинсон, Иван Оуэн. Доктор говорит, кофе не годится. Я сварила его, как всегда. Ну, тогда обойдется. Сегодня легкое напряжение. Из-за чего на этот раз? Из-за отпуска. Он хочет поехать в Корнелл, а она нет. Но, дорогая, ты же обожаешь рыбу. Возможно. Но от рыбалки не в восторге. Так тебе не нужно ловить. Можно просто посидеть в лодке. Вот-вот, посидеть в лодке. Я делал это последние пять лет и сытая по горло этим сиденьем. Раз так я могу поехать один? Чудно. Что? А, может, раздельный отдых пойдет нам обоим на пользу? Другими словами, ты едешь слегка развлечься. И совершенно один. Для таких приключений не стоит ехать в Корнелл. Кто знает, что можно там найти, если постараться. Дорогая, и все это из-за какой-то рыбалки. Отдых дома меня вполне устроит. Ладно. Значит, отпуск у меня будет холостяцким. Думаю, нарыбачусь вдоволь. Один. Ах ты! Думаю! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ага Приключения у него уже целый день, да, Джордж? Ммм Поплывешь его искать? Не Своя голова на плечах Люблю высоких мужчин Последние два, что я поймала, были такого низкого роста, что пришлось их выбросить обратно Как отсюда выбраться? Только той же дорогой Вон той? Но это невозможно Сможешь, если я помогу? Но я не стану Почему? Потому что мне одиноко Да это немыслимо Держать здесь уважаемого женатого человека О, так у тебя есть жена? Есть На суше полно мужчин Она быстро найдет другого Что ты хочешь сказать? Хочу тебя оставить себе Ты не можешь так поступить? Почему нет? Под водой ужасная нехватка мужчин Я не смогу здесь жить Сначала все так думают Хочешь сказать, что здесь жили другие мужчины? Несколько Но не со мной Ты мое первое приключение Откуда у тебя все это? С кораблей в основном Так ты умеешь читать? Конечно Ты, наверное, не знаешь, что случилось с Эмбер в 18 главе? То же, что и в 17, только дважды О, я начинаю чувствовать голод Еды у тебя тут, наверное, нет? Держи Это? Нет, спасибо Что, не ешь рыбу? Ем, но не сырую И уж точно не живую Какой ты смешной Эй, эй, ты куда собралась? Держи КОНЕЦ Я так счастлива. Правда, Миранда? Мне нравится, как ты говоришь «Миранда». Скажи еще раз. Миранда. 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 У тебя такие красивые колени. Что чувствуешь, когда у тебя две ноги? Я нахожу их весьма полезными. Что сказали бы мои сестры, если бы сейчас меня увидели? Да, что сказала бы моя жена, если бы сейчас меня увидела? Она такая же красивая, как я, Пол. Она вполне привлекательна. Тогда почему ты ее бросил? Я не бросал. У меня отпуск, только и всего. Вот как? Но я не собираюсь тебя отсюда отпускать. Разве только... Разве только что? Если ты заберешь меня с собой на сушу. На сушу? Тебя? Да, что? Я всегда хотела туда, и это мой шанс. Ты доктор. Можешь привести меня как своего пациента-инвалида, но... О, мой хвост. Его можно обернуть. Но тебе придется купить мне одежду. Какую-нибудь чудесную. Где одевается твоя жена? У Манелла. Ах да, я видела кое-что из его одежды в журнале Vogue. Но нужно, чтобы она была подлиннее. Это сложно? Да нет, ерунда. Я хочу увидеть все достопримечательности. Сходить в Букингемский дворец и на рынок Биллингейт, но больше всего я хочу сходить в оперу. Об этом не может быть и речи. Что скажут люди? Ну, то есть... Как я тебя отсюда увезу? Миранда, что ты будешь есть? Где будешь спать? Миранда, прошу тебя. Миранда. Миранда. Ох... Ох... Ну ладно. Да? Хотите поговорить с месье Манеллом лично? Что ему передать? О да, доктор Мартин. Вам по междугородной месье, доктор Пол Мартин из Корнуолла. О, какой настырный. Манелл слушает. Доктор Мартин. Как мило. Да, я звоню из отеля Якорь в Пендаре. В Пендаре. Да, мне нужны три вечерних платья. Два обычных платья и, как это по-вашему, дорожное пальто. И нужно, чтобы вы сделали их на фуд длиннее обычных и прислали мне их сюда. В Корнуолл? Но, доктор Мартин, без подгонки все будет не по размеру. Платья будут очень длинны для мадам. Будут волочиться по полу. Хорошо, доктор Мартин, специально для вас. Конечно, их придется взять со склада. О, да. Что мадам понадобится, можно будет изменить. Да, да. Отправлю их сегодня или самое позднее завтра. Цвета выбрать мне? Что ж. У меня есть одно довольно элегантное платье из темно-зеленой тофты. Клэр, где ты? Что такое, Изабель? Сюрприз, смотри, правда чудесная. Прелесть, дорогая. Я так рада из-за тебя и за Найджела. Ты душка. Я просто должна была рассказать тебе на обратном пути. Есть новости от Пола? Да, есть. Еще какие? Что ты хочешь сказать? Дорогая, он возвращается из Корнуолла с пациенткой. Проживет здесь три недели. Как здесь, в этой квартире, с вами? Но, Клэр, кто это? Я не знаю. Какая-то старая знакомая, которую он встретил в Пиндаре. Она не ходит. О, дорогая, ей же без конца нужно будет все приносить. Знаю, вечером приедут. Что ж, пожалуй, мужья в отпуске могут влипнуть и в худшие истории. Ну, по этому поводу я никогда не волнуюсь. Вот так. Теперь мы в полной безопасности. Что они сделают, если узнают, кто я? Не знаю. Наверное, станут показывать тебя за деньги. Как отвратительно. Помню, я однажды и видел русалку в стеклянном сосуде. В Порт-Саиде. Маринованную. Должно быть, это была бедная тетя Августа. Да, меньше всего она была похожа на тебя. Она была очень стара. И сильно замаринована. Какой везде порядок, Бетти. Спасибо. Старушка будет обедать с вами или здесь, в своей комнате, мадам? Скорее всего, здесь. Поездка ее точно утомит. Простите за лишнюю нагрузку. Ничего, я справлюсь. Когда Чарльз отправится встречать поезд? Кажется, он уже выходит. Мартин? Да. Пара ящиков. Распишитесь, номер одиннадцать. Где они? Сюда. Держи, сынок. Вот, Мартин. Два ящика. Номер одиннадцать. Расписывайтесь. Что это такое? Бочка устриц. Из Корнового. А в этой что? Рыба. Мисс Труэлла. Доставить Мартину. Труэлла? Наверно так зовут старушку. Знаешь, что-то мне это не нравится. Как бы в доме все кувырком не пошло. Рыбный рынок. Да? Можно с вами поговорить, мадам? Да, Чарльз. Это старушка, которая приедет пожить, мадам. Полагаю, мне не придется возить ее в кресле-каталке. О. Нет, мадам. Ладно, Чарльз. Я поговорю об этом с доктором. Хорошо, мадам. Это точно Лондон? Да. Какой-то он грязный. Есть такое. Послушай, Миранда. Думаю, мне лучше поехать вперед и поговорить с Клэр. А мне что делать? Здесь будет ждать моя машина. Чарльз тебя немного покатает, а я доеду на такси. Чарльз? Да, он мой шофер. Добрый вечер, Бетти. Добрый вечер, сэр. Как отдохнули? Что? Ах да, отдохнул. Спасибо. Дорогая. Пол. Любимая. Чудесно выглядишь. Хорошо провел время? Великолепно. Больших поймал? Пожалуй, одну точно. И насколько большая? Приличная. Что ж, хоть теперь все объясню. Ты получила мое письмо? Получила. Где мисс Труэлла, дорогая? Сам приехал на такси, а ее оставил с Чарльзом. Пусть немного ее прокатит. Захотел увезти. Я не могу видеть Букингемский дворец. О, господи. Ты ведь не против, что я привез ее сюда, Клэр? Пожалуй, нет. У нее довольно простой случай. А что с ней, собственно? Я же говорил тебе, дорогая. Она не ходит. Ее главная проблема в голове. То есть она немного с приветом? Вовсе нет. Но ты должна мне помочь, Клэр. И как же? Ну, прежде всего, бедное дитя... Дитя? Сколько ей пол? Довольно молода. Точно не скажешь. Да. Я представляла кого-то в возрасте. Правда, дорогая? Почему? Ну, не знаю. Кресло-каталка. Видимо, ассоциации. Бедное дитя, ты сказал? Да, да. Она очень нелюдима. По сути, она почти не жила в обществе. Ясно. Это объясняет Букингемский дворец. Она верит в старт с вершины. Букингемский дворец, мисс. О, остановись, Чарльз. Остановись, пожалуйста. Посмотри на этого красивого мужчину. Вон там, возле будки. Он там живет? Он? Нет, мисс. Он там работает. Твоя форма все равно красивей. Чарльз. Ты женат? Нет, мисс. Пока гуляю. От кого гуляешь? Она не очень красива? Сами увидите, мисс. Ее зовут Бетти. Помогает хозяйке квартиры. Ты тоже живешь в квартире? Да, мисс. Мне там понравится. Я должен был забрать ее из Корнеллоу. Ей нужно отвлечься. Это в сочетании со специальной диетой? Должно снова поставить ее на ноги? Я бы не стал на это рассчитывать. Дорогой, а не будет ли ее диета слишком сложной для нашей Бетти? Нет, нет. Она простая. Такая легкая, без мяса, но с рыбой. Рыбная диета. Пол, а почему ты не разместишь ее в пансионате? О, Миранде это противопоказано. Миранде? Да. Красивое имя, правда? И ты зовешь ее Мирандой? Она, случайно, не зовет тебя Полом? Вообще-то зовет. Вот как? Дорогая, это же работа. На одном я настаиваю, ты должен нанять ей сестру-сиделку. Сиделку? Да. Позвоню-ка я сестре Кэрри. Очень удачная идея. Кэрри? Я думал, ты ее больше никогда не наймешь. Да? Сестра Кэрри чуть эксцентрична, вот и все. Возможно, здесь это даже к месту. Как знаешь. Сестра Кэрри? Доктор Мартин. Прекрасно. А вы? Хорошо. Сестра, а у вас сейчас есть больные? Нет, пока свободно, доктор. Понимаю. Прошу прощения. Птицы расщебетались. Птицы. Да, вечером смогу к вам зайти. Да, сестра. Вы же, конечно, сможете здесь пожить? Недели четыре. Четыре недели? По-моему, ты говорил три. Дорогая, пожалуйста. Дорогая. Нет, сестра, это я супруги. Прошу прощения. До вечера, да. Нет, нет, два свистка и я тут как тут. Просто отдыхала. Говорю, коротала дома, тихий вечер. Я тяжелая? Нет, мисс. Как раз наоборот. Ты такой сильный, Чарльз. Я тренируюсь, мисс. У тебя такие мускулы. Занимаюсь греблей. Наверное, дело в этом. Странное ощущение, да? Да, мисс. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, мисс. Передай доктору, что я отнес мисс Миранду в спальню, ладно? Мы сейчас идем в твою спальню, Чарльз. Ну и ну. Ты должен меня опустить? Нет, мисс. Я же говорил тебе не называть меня мисс, когда мы одни. Сила привычки. У тебя такие красивые уши. Правда? Да, красивые и большие. Отец всегда говорил мне, что я похож на Спаниеля. Это потому, что ты грустный. Это же грустно. Вы не можете ходить. Мне совсем не грустно. Наверное, вам нравится, что вас несут. Нравится. Нравится. Очень. Чарльз? Ты уже можешь опустить мисс Труэллу. Спасибо. Вот это да. Ну и замашки. Старушка называется. Но ты-то был сильно поглощен. Знаешь, странная вещь, но у нее такие холодные. Когда ее несешь? Клэр? Это мисс Труэлла. Миранда, здравствуйте. Здравствуйте. Так вы же очень красивая. Пол говорил, вы просто симпатичная. Вот как? Что ж, должно быть вы устали с дороги? Нет, я слишком взволнована, чтобы устать. Отправитесь спать сразу, как придет сиделка Кэрри. Нет, я прекрасно себя чувствую. Отправитесь спать, я ваш врач. Нет. Спасибо. Доктор Мартин? Он ждет вас, мадам? Да, я сиделка Кэрри. Вы не могли бы подождать в кабинете? Конечно. Я считаю это несправедливо. Всегда хотела приехать в Лондон. Это что-то вкусное? Хотите попробовать? Нет, не люблю, когда огонь близко к лицу. Не побеспокоит, если я закурю? Вовсе нет. Вам всегда нужно это готовить или можно есть сырым? Простите, сэр, пришла сиделка Кэрри и ждет в кабинете, сэр. О да, она-то мне и нужна, извините. Я люблю Чарльза. А вы? Вы его смутили. Ящик с рыбой привезли? Да, сэр, для Миструэллы. Тогда отнесите в ванную комнату Миструэллы. Ящик с рыбой, сэр? Сначала, конечно, открой. Конечно, сэр. Открыть? У вас есть родные в Корну или Миранда? О да, нас там десятки. Десятки? Да, некоторые довольно милые, но одну свою сестру терпеть не могу. К счастью, она живет в южной части Тихого океана, так что видимся мы с ней не часто. Ну еще бы. Зато вместе мы хорошо поем дуэтом. У меня ведь очень красивый голос. Вы знаток музыки? Вовсе нет. Но отдала бы все, чтобы попасть в оперу. Что ж, если Пол вам разрешит, мы можем пойти хоть завтра? Как чудесно! Я увижу множество людей, они увидят меня, и никто ничего не заподозрит. Заподозрит что? То, что я не могу ходить? Понимаете, сестра Кэрри, случай особенный. Я так и решила, давно не имея удовольствия, получать от вас работу. Меня считают эксцентричной. Подходящее слово? В чем особенность этого случая, доктор? Для начала он требует предельной секретности. Женщина? Да, сестра. Молодая женщина. О, и чем больна эта пациентка? Ну, в некотором роде она совсем не больна. Вот как? Ясно. Спокойной ночи. О нет-нет, сестра, все совсем не так. Так, прошу вас, сестра, пожалуйста, можете не сомневаться. Всецело на вас полагаюсь, сестра. Хорошо. Что вы не хотите, рассказывать меня точно не касается. Вы хотите кресло-каталку, пациент особенный, не разговаривать. И я должна быть здесь к десяти часам. Хорошего дня, доктор Мартин. О, позвольте проводить вас до двери, сестра. Алло? А, Изабель. Нет. Нет. Нет, не думаю, что тебе нужно сегодня приходить. Что? Совсем не то, что я ожидала. Завтра расскажу. Да, дорогая. Найджел с тобой? Передавай ему привет. О, он прекрасно себя чувствует. Рыбалка всегда ему на пользу. Да, улов неплохой. Квартира, по сути, забита рыбой. Дорогая, мне нужно идти. Пока. У вас все в порядке? Все уже прошло. Но, по-моему, курение – это ужасно. Какая вы поразительно холодная. Я? Да. Ужасно холодная. Кто такая Изабель? Она живет в квартире выше. Держит магазин шляп. Ой, я никогда не носила шляпу. А Найджел? Ее жених, он художник. Красивый? Изабель нравится? А вам? Мне нравится пол. Мне тоже. Секунду, извини, милая, ты не могла бы… А сейчас, Миранда, пожелайте всем спокойной ночи. Пора спать. А Клэр не против? Я сказала что-то не то? Что? Ты такой сильный, Чарльз. У тебя такие мускулы. Мне нравятся твои уши. Красивые и большие. Как думаешь, я понравилась Клэр? Узнаем. А что с сиделкой, Пол? Я выбрал такую, что не проговорится. Нет, нет, здесь нельзя раздеваться. Почему нельзя? Ну, не важно. Очень странно. Разве ты не останешься? Нет, Миранда. Скажи еще раз, Миранда. 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 Прекрасно. Спокойной ночи. О ли ОООН. О ли ОООЛ? ann Поторопись, дорогой. Эта твоя сиделка может прийти в любую минуту. Я знаю. Спасибо, дорогая Миранда хорошо спала? Явно Во всяком случае, с утра она довольно энергична Идем сегодня вместе в оперу В оперу? Ну да, она же спит и видит оперу Не думаю, что это удачная мысль А я думаю Правда? Да, ты же говорил, что ей нужно отвлечься Мы можем взять ложу Марка в Ковенгардене Он уехал Да, мы это можем Посмотри, что сегодня дают Я могу пригласить с нами Изабель И она может прихватить Найджела Сегодня вечером Рейнгольд Боже, ненавижу всех этих скучных русалок Неужели, дорогая? Это должно быть сестра Керри Да-да, надо проведать Миранду Скажи Чарльзу, чтобы проводил сиделку в комнату Миранды Миранда Ну, где же они? Не знаю Уже идем, сестра Миранда, не нужно этого делать А там что за комната? Ванная Забитая рыбой Рыбой? Пожалуйста, Миранда Та-та-так, отпусти Доброе утро, сестра Я тут готовил пациентку Я так и поняла Да, может вы сами хотите взглянуть? Да Да, сестра Должен вам сказать Мисс Труэлла спит в своей ванне Да Да Да, в ванне с холодной водой Ну, о вкусах не спорят, наверное Миранда? Это сестра Керри Здравствуйте, сестра Съешьте устрицу Ох и красотка Это же русалка Всегда в них верила Вот доктор, это восхитительно Так, милая, поторопитесь Заканчивайте свой завтрак Здравствуй, дорогая Клэр Ну, рассказывай Уверяюсь, сразу всего не расскажешь Старушка оказалась довольно молодой красоткой Дорогая, не ожидала такого от Пола Да Ее зовут Миранда Труэлла И чтоб ты знала, она поймала Пола за уши Дорогая, мне не терпится ее увидеть Ну, сегодня увидишь Вечером идем с ней в оперу Может и вы с Найджелом составите нам компанию? С удовольствием Что за постановка? Рейнгольд Я оперу не люблю, но Найджел обожает Посмотрю, как Миранда обрабатывает твоего Пола Поверь мне, не ты одна Что? Бутерброды с сырой рыбой Доктор назначил Сам знаешь, кому Да Той, которой ты так занят Мисс Труэлли Выглядит мило, Бетти Эти специально для мисс Труэлла, мадам Спасибо Мадам, насчет той коляски Да, Чарльз, я поговорила с доктором Вам не нужно ее катать Но я передумал, мадам Неужели? Я буду очень рад покатать юную леди, мадам Теперь, когда я ее увидел Я чувствую... Что именно, Чарльз? Сочувствие к ней, мадам Я скажу ей, Чарльз Лучше не надо, мадам Моя прабабушка побывала на суше Еще в юности Пела в церкви Святой Анны Помню про термометр Большой была проказницей У них был хорист по имени Мэттью Труэлла Понятно Что он показывает? Значительно ниже нормы Вы замужем, сестра Кэрри? Мой муж умер 10 лет назад Ой, простите Я только обрадовалась Да? Мужчины не постоянны А я их люблю Простите, мисс Миранда А ваш хвост разве не останавливает джентльменов? Что вы Только создает, как говорится, элемент неожиданности Неудивительно Вот и остальные Мисс Ламберт и мистер Худмадам Клэр Здравствуй, дорогая Найджел, это первый шанс вас поздравить? Спасибо Привет, Найджел Пойдем выпьем Ладно Где она? Скоро будет, дорогая Ей нужно одеться Найджелу бы тоже не помешало одеться О, ему идет неопрятность А мне не идет Только посмотри на этот галстук Порядок? Да, отлично Будь здоров За удачу Скажи мне, Пол Что там у тебя за новый пациент? Заинтригован Чем же? Это твоей психотерапией Изабель мне рассказала Правда, как-то легкомысленно Такое с ней часто бывает И что же она рассказала? Что все лечение одной рыбой и убеждением Извини Дорогой, ты верно взял один из деликатесов Миранды Это рыбная часть лечения, Найджел Чарльз? Я приму ее Я справлюсь, сэр Я приму ее, Чарльз Я бы справился, сэр Миранда? Это Изабель Вы та, кто продает шляпы? Да, здравствуйте А это Найджел, ваш парень? Да, он продает картины Здравствуйте Он красивый Вам можно выпить, Миранда? Стакан соленой воды, пожалуйста Что-что? Стакан соленой воды Вот уж странный напиток Да, назначение врача Что ж, позову Чарльза Красивее платье, чем на ней я в жизни не видел Нила Конечно, такое пойдет не каждый По-моему, такой, как она, сойдет что угодно Что? Ты откликнешься на звонок? Или ты хочешь, чтобы я отнесла тебя, дорогой Чарльз? Как насчет сэндвича? Сэндвича В чем дело? Вам правда нравится? Вкусное? А что? Да так, ничего Вызывали, сэр? А, Чарльз, принеси мне строй или стакан соленой воды Да, сэр Соленой воды, сэр? Чайную ложку с горкой Ясно, сэр Очень интересно Если мне в рот попадет соленая вода, когда купаюсь, я готов вырвать Любите море? Обожаю Я тоже Должна сказать, манера у нее довольно отталкивающая Ну, похоже, не всех они отталкивают И еще у нее хорошая одежда Да, я заметила Соленая вода, сэр Спасибо, Чарльз Можешь подогнать машину Да, сэр Попробуйте этот коктейль Фу, мерзость Твоя соленая вода, Миранда Чудесно Принесу тебе выпить, Найджел Тебе подлить, дорогая? Возьми еще сэндвич Изабель, можно стать вашим клиентом? Ну, полагаю, да Вот бы мне такую шляпу Вообще-то я их не ношу А кажется, что вы всегда одеваетесь в Париже Это удивительно, что порой можно найти в Корнуолле Хотите сказать, это платье не из ателье Пендара? Это платье? Да нет Сама сшила на скорую руку Какая же вы умница, Миранда Вот бы Изабель смогла что-то такое Да, думаю, нам пора выходить Все готовы? Ну, конечно, Пол По-моему, прекрасная идея Пойдем, дорогая Что ж, отмесу вас вниз, Миранда? Нет, не трудись Как бы ты ее не уронил Не говори ерунды Не уроню я ее Я точно знаю, как ее брать на руки Ну вот что Прошу прощения, сэр Чарльз, как мило с твоей стороны Что ж, безусловно, мужчины ее любят Какое-то странное это платье От Манеллы, разумеется Да Навещу-ка я завтра Манелла Она поразительно хороша Именно поразительно Сестра? Да? Съешьте сэндвич, сестра Их нужно доесть Ой, спасибо Как раз что-то проголодалось Мисс Троэлла оказалась совсем не такой, как мы ожидали Не сомневаюсь Чем она больна? Возможно, у нее параплегия Или полиамилит Звучит жутко Случай необычный Как думаете, доктор ее вылечит? Не осмелюсь высказать свое мнение Она очень привлекательна Сказочно Еще сэндвич, сестра? О, спасибо Стол мне нравится Тебе правда нравится, Миранда? О да, Пол Ужасно жарко Не терпится чего-нибудь выпить Мне тоже А ты, Миранда? Пожалуйста Наджил, ты не против, если... Нет-нет, сходи выпей Я подожду здесь, Миранды Но... Пошли, дорогой Ладно Я тебе что-нибудь принесу, Миранда Найджил Думаю, вы очень милый Правда? Вы плохо меня знаете Знаю-знаю Как это возможно за столь короткое время? Некоторых людей чувствуешь инстинктивно Как долго вы с Изой были помолвлены? Ровно три дня Но я целых три года ее уговаривал Как она могла устоять перед вами? В вашем лице есть нечто такое От чего у меня наворачиваются слезы Да, у меня тоже такое часто бывает Какие красивые руки Нужно было догадаться, что вы художник Нарисуйте меня? Да, с удовольствием С большим удовольствием Правда? Да, только не упоминайте об этом при Изабель О, конечно Это будет нашей тайной Да Ух ты! Что там, милая? Моллюски О, нет-нет, мы не можем Конечно можем Давайте, мисс Дайте даме дорогу Да, милочка Две чашки, пожалуйста Две чашки? У вас пир? Нет, просто перекушу Девушка, вы мне по душе Дорогая, нельзя это Скушайте Не ела в жизни ни одного моллюска Почему? Не могла Если хотите знать, думаю, это неприлично Береговые улитки уж точно Эй Стойте, стойте Вы должны остановиться О, мисс Да пусть потешится Любит моллюсков, как я Все верно Еще, пожалуйста Да, дай ей еще Да Я бы хотела, чтоб все вокруг их ели Налетай Вот, держи Это вам Не думаю, что доктор бы это одобрил Чем мне повредит мой портрет? Ну, не знаю В 16 я как-то посидела для скульптора Только вот посидеть не удалось Он думает, что мы пошли в музей Именно А я не люблю его обманывать Мистер Найджел Худ? Да-да, я его позову Спасибо Мистер Худ Вам не нужно обманывать доктора Вы совершенно правы Своё слово я сдержу Пойду Пойду в музей Здравствуйте Здравствуйте Ах, да Чем-то интересуетесь? О, да Бинтами, молодой человек Бинтами? Посмотрите, все же совсем неправильно Они обязательно спадут Им уже 2000 лет Нашу старшую сестру бы точно не устроило Найджел Найджел Да? Кто это? Так, просто модель Наверняка очень похоже Это действительно так Разве Изабель одобряет, что вы занимаетесь такими вещами? О, она вообще никогда не смотрит мои картины Она бы предпочла, чтобы я рисовал афиши и зарабатывал побольше Как вы собираетесь изобразить меня? Ну, как... Как Венеру, восстающую из морской пучины Нет Почему вы так сказали? Не знаю Так я это вижу Но я не хочу, чтобы меня изображали Венерой Вообще не хочу, чтобы на картине было море Ну, хорошо Ладно, Миранда Мне нравится, как ты говоришь «Миранда» Скажи еще раз Миранда? Миранда? Миранда Миранда Святые угодники У меня уже затек весь мой... Что такое? У меня уже затекло все А, что ж, тогда прервемся? Изабель очень повезло Похоже, она так не считает Я склонен с ней согласиться Найджел Вы звонили, мадам? Да, я хотела Чарльза А я не подойду, мадам? Для этого нет Чарльз? Доброе утро, мисс Заходи Закрой дверь Ты сегодня занят? Ну, мисс Подумала, может, ты отвезешь меня в зоопарк? Доброе утро, мисс Доброе утро, мисс Где мисс Троэлла? Гуляет. Гуляет? Но как? А вы где были? Только заскочила к себе в коморку покормить моих птичек. А здешняя птичка сегодня упорхнула. Бетти, куда пропал Чарльз? И машина? Она мне нужна. О чем ты думаешь? В основном, о чем думать не стоит. Обо мне? Да. Кажется, я к тебе сильно привязалась, Чарльз. Ты мне тоже очень нравишься. По-моему, ты очень красивая и потрясающая. И... Потрясающе холодная. Думаю, нам нужно вернуться. Вернуться? Уже четыре часа, и они захотят... Но я только узнал тебя поближе. Им понадобится машина и... Мистер Манелл, пришла миссис Мартин. Я никого не хочу видеть. Добрый день. О, моя дорогая миссис Мартин. Как чудесно. Проходите. Меня отвлекли, но уже отвлекли. Вам понравились платья, которые я отправил в Корновол? Не совсем. Это была такая спешка. И ваш муж дал странные указания. Мой муж? Неужели? Ну да, конечно. Он звонил мне из Корновола. Как он отдохнул? О да, надо думать, не скучал ни минуты. Если бы я думала, что вы с Полом сговорились... Миссис Мартин, я запрещаю вам меня расстраивать. Вы должны уйти. Мисс Браун, не стойте столбом. Если это машина... Ладно, ты первая. Дорогой, ты просто должен что-то сделать в отношении Миранда. Я не могу видеть, как Чарльза похищают, и Бетти расстраивается. Я сам за день ноги стёр, бегая за такси. Думаешь, мне это нужно? Ну тогда ты должен положить этому конец. И ещё кое-что. У меня был небольшой разговор с Манеллом. С Манеллом? И как он? Зачем ты покупал одежду для Миранды? Что ты задумал? Ничего я не задумал. У Миранды не было одежды. Я так понимаю, она бегала там голышом? Ты знаешь, Миранда не может бегать. Я бы сказал, во всём этом есть что-то крайне подозрительное. Клэр. Клэр, я бы хотел, чтобы ты мне в этом доверял. Я доверяю. Но и слежу за тобой, дорогой. Оставить это здесь? Да. Сестра? Да, милая. Вы были замужем? Да, голубушка? А замужем вы не хотели его убить? О да, милая. Это вполне естественно. Ты выглядишь чуть бледной. Помогу-ка я тебе со всем этим. Я собиралась выйти замуж за Чарльза, но теперь вот не знаю. Что ж. В последнее время он ведёт себя странно. Странно, голубушка? Это как? Всякий раз, когда я подхожу к нему и беру его за руку, он говорит, что я горячая. Горячая, милая? Да, говорит, что я недостаточно холодна. Впервые слышу, чтобы на это жаловались. Раньше он был совсем другим. Думаю, это всё из-за вождения автомобиля. По-моему, он делает мужчин неестественными. Чай остался? У вас уши не горят, молодой человек? Уши? У меня? Добрый вечер, Чарльз. Добрый вечер, сэр. Миссис Мартин дома? Нет, сэр, ушла на вечеринку. Чарльз, вечером можешь отдохнуть. Я везу на вечеринку вас в Миструэллу, сэр. Её отвезу я. Нет, сэр, всё в порядке, сэр. Я сказал, вечером выходной. Сам её отвезу. А Клара одобрит, что мы не пошли на вечеринку? Я ей позвонил. Сказал, что не смогу прийти, так как обещал отвезти тебя в театр. И когда ты скажешь ей, что мы не ходили в театр? Я ей не скажу. О, Пол, смотри, пруд! Можно остановиться? Давай посидим на берегу. Я соскучилась по тебе, Пол. Неужели, Миранда? Правда приятно снова оказаться наедине? Ну? Расстегни меня, Пол. Ой. Нет, что ты? Но я умру, если не окунусь в воду. Тебя могут увидеть? Разве это важно? Это же рай! Иди, поймай меня! Уже иду. Погубиться! 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 Вы жутко поздно. Ох, Клэр, вот ты где. Надеялся не разбудить тебя. Это я поняла. Это я виновата, Клэр. Мы прокатились. Что, идет дождь? Дождь? Да нет. Просто поинтересовалась. Да. Ну, я отнесу Миранду в ее комнату. Спокойной ночи, Клэр. Дорогая. Очень приукрашена, Найджел. С жизнью никакого сравнения. А как же Изабель? Ты заставляешь меня забыть, Изабель. Найджел. Я скоро уеду. О, Миранда. Но у меня есть для тебя подарок. Вот. О, спасибо. Спасибо, Миранда. Что это? Это прядь моих волос. О, прядь твоих волос. Да, носи это на шее. Спасибо. Спасибо, Миранда. А я не могу носить это просто в кармане. В нагрудном кармане. Нет. Это же знак. Знак? Чего? Любви. Которая могла случиться. Дорогая, ты все еще злишься на меня? Конечно нет. Говорю же, у меня болит голова. Если... Если... Если Миранда захочет вечером погулять, я бы... Я бы хотел, чтобы ты тоже пошла. Нет, Пол, не сегодня. Ну, Клэр, пожалуйста. Нет, я полежу. Ничто не мешает тебе погулять с Мирандой. Не так ли? Да. Как скажешь. Доктор спрашивал, что вас так привлекает в музее. Что вы ответили? Я перевела тему. Вы так добры. Не знаю, что бы без вас делала. В данном случае делали несмотря на меня. Все-таки я когда-то была молода. На госпитальных танцах я обычно плясала с домашним хирургом. А однажды я танцевала мазурку. Одна. Я это плохо умею. Заграничный такой танец. Мазурка. Но очень изящный. Доктор, я аж подпрыгнула из-за вас. Неужели, сестра? По-моему, да. О, Боже. Пол, Клэр обо мне еще не знает? Нет, конечно, нет. Что ж, осталось недолго. О, мы сохраним тайну. У меня из головы не идет тетя Августа и то, что с ней сделали. Пол? Сегодня снова дают оперу. Отведешь меня? О, снова придется переодеваться. Пол, пожалуйста, отведи меня. Есть особая причина. Ладно? Хорошо. Это что такое? Это подарок за вашу доброту ко мне. Примите их от меня. Но, моя дорогая, я сама за ними ныряла. Так это настоящие жемчужины? Но я не могу. Ох, мисс Миранда. Мне в жизни никто не дарил таких подарков. Я так счастлива. Спасибо. Ну, ну, Изабель, что случилось? А что? Удивлен меня видеть? О, нет, нет, конечно, нет. Не пригласишь меня наверх? Да-да, конечно. Не поздновато ли ты сегодня? Просто захотела тебя увидеть. А-а. Что ты такое готовишь? А, мой ужин. Жуткий запах. Что там у тебя, Найджел? Так, ничего-ничего. Просто кое-какие наброски. Можно посмотреть? О, нет, лучше, наверное, пока не надо. О, Найджел, ты же всегда говоришь, что я не интересуюсь твоей работой. Да, но... Ладно уж. Миранда? Так вот, значит, как она осматривает достопримечательности. Знаю, она тебе не нравится. Она мне не противная, но, по-моему, довольно своеобразна. Для тебя все люди разного с тобой мнения своеобразны. Ты даже меня считаешь эксцентричным? Постоянно мне это твердишь. Подстригись, Найджел, поправь галстук, Найджел. И носи сандалии, Найджел. По твоему тону можно решить, что ты не в себе. Вот, теперь я, оказывается, не в себе. Вот и хорошо. Если я не нравлюсь тебе такой, как есть, можешь делать, что хочешь. Ты пытаешься со мной поссориться? Теперь что я сделала? Теперь что сказала? Это итог всего, что ты сделала и сказала за последние три года. Как же долго до тебя это доходило? Слишком долго. Теперь дошло, и мы совершенно не подходим друг к другу. А, вот значит что. Все это жалкая Монализа, которую ты рисовал. Нечего ее вмешивать. Но все-таки это так. Но я не вчера родилась. Жаль, что ты не можешь его в меня бросить. Оно тебе всегда не нравилось. Ты, Миранда! Посмотри, что ты сделал. Что я и говорил. Лучше осознать наши ошибки сейчас, а не позже. Сам не знаешь, что говоришь. Тебя как будто подменили. И все же я тебя не обманываю. Конечно нет, потому что я тебя раскусила. Знаю. И мне жаль. Но только, в общем, это выше моих сил. Бетти, что стряслось? Это Чарльз, мадам. Он расторг нашу помолвку. О, Бетти. И все из-за миструэллы. Что? У них что-то было. Что еще за что-то? Я точно не знаю, но он носит ее любовный знак. Любовный знак? Да, кулон, сделанный из лока на ее волос. Хочешь сказать, Чарльз. Чарльз, правда, носит кулон? Не носит трусиков? Не носит трусиков? Нет, у нее много разного белья, но этих ни одной пары. Я думаю, что в миструэлле есть что-то подозрительное. Музыка. 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 Русалочья морская пена. Музыка. 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 Р. М. Р. Р. М. Р. Р. Рус. Р. Р. Рус. Русалка. Мифическое существо наполовину женщина, наполовину рыба. Р. Рау. 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 Риа. Р... Все эти прекрасные платья, эти огни. Ну, всегда бы здесь осталось. Боюсь, это невозможно, Миранда. Да. Ты не мог бы принести мне стакан воды, пока это снова не началось? Постараюсь. ПОСТАВКА Теперь я могу говорить, что пела в Кавенгарде. ПОСТАВКА Да, спросите. Добрый вечер. Я хочу увидеть мисс Троэллу, пожалуйста. ПОСТАВКА Найджел! Найджел! Что-то случилось? Миранда здесь? Нет, боюсь, она ушла. А, понятно. Клэр, мы с Изабель расходимся. Из-за Миранды. Ты знаешь? Это же эпидемия. Что ты имеешь в виду? Так, ничего. Догадалась, что ты с ней виделся, только и всего. Думаю, ты совершаешь ужасную ошибку. То, что она инвалид, для меня совершенно не важно. Признаю, она очень привлекательная. Ты просил ее выйти за тебя замуж? Нет, еще не присталось случая ее спросить, но... Я намекал ей на это. Но да, с ее стороны не прозвучало. Нет, но думаю, могло бы. По поводу ног, Миранды. Я же говорил тебе, это не имеет абсолютно никакого значения. Нет, 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 ты меня неправильно понял. Ее ноги, Найджел. Какие они? Вообще-то я понятия не имею. Удивлен, как ты могла задать такой вопрос. Извини. Извините, что звоню так поздно, мадам. Заходи, Чарльз. Я позвонил в входную дверь, потому что... Не хотел столкнуться с Бетти. Да, мадам. Я хочу увидеть мисс Ройлла, мадам. Увы, ее нет, Чарльз. Что ж... Вы не против, если я подожду ее в холле? Мне срочно нужно ее увидеть. Глупости, Чарльз. Заходи, подожди в гостиной. Как я поняла, это дружеский визит. Заходи. Я слышал, вы сказали, что хотите видеть мисс Ройллу. Все верно, сэр. А? Она вас ждет? Нет, сэр. Это вроде сюрприза. А, понятно. Я тоже жду, чтобы ее увидеть. Она ждет вас, сэр? Нет, нет. Два сюрприза. Не будет ли слишком попросить вас отложить встречу с мисс Ройллой до утра? Боюсь, будет, сэр. Но вы не можете ожидать встречи с ней сейчас. Да, сэр. В сложившихся обстоятельствах могу. Я собираюсь попросить мисс Ройллу стать моей женой. Что? Вашей женой? Да, сэр. Если признаки меня не обманули, уверен, ее ответ будет да. Ах, уверены? Поразительно. Если вам интересно, именно того же и я собираюсь попросить у мисс Ройлла. Сожалею, сэр. Боюсь, у вас нет шансов. Видите ли, сэр, ей нравятся мужчины практического склада, как я, уж простите. Вообще-то она терпеть не может таких мужчин, практичность и подобную чушь. Она мне говорила. Возможно, сэр. Боюсь, вы все неправильно поняли. Она сама мне все это говорила. Эх, Чарльз, Чарльз, сочувствую. Боюсь, вас ждет разочарование. Понимаете, поступки значат больше, чем слова. Ничего, сэр. Чарльз, она говорила вам, что это знак любви, которая... Могла бы случиться, сэр. Именно так и сказала. Ну что же двое мужчин теперь будут делать дальше? Сахар, Чарльз? Нет, спасибо, мадам. Найджел, мне пора идти, мадам. Да, я тоже не буду ждать. Но она может вернуться в любой момент. Можно мне конверт? Да, конечно. Есть в кабинете. Не могли бы вы вернуть это мисс Тройли, мадам? С удовольствием, Чарльз. Спасибо, мадам. Чарльз? Да, мадам? Есть еще кое-что, простите за мой вопрос. Ноги мисс Труэллы. Какие они? Мадам? Вы наверняка знаете. Конечно нет, мадам. Я надеюсь, что всегда вел себя как джентльмен. Некоторые джентльмены вас бы удивили, Чарльз. Да, мадам. Думаю, мне нужно пойти и поговорить с Бетти, мадам. Удачи. Спасибо, мадам. Ничего, Чарльз. Я подойду. Заходи, дорогая. Клэр, у нас с Найджелом произошел ужасный скандал, и мы расторгли нашу помолвку. Да, знаю. Знаешь? Да. Значит, ты знаешь, что все из Амиранды? Да, дорогая. Я все знаю. Какой же я была дурой. И портрет был хороший. Лучший из всех, что он написал. Я должна быть сошла с ума, чтобы уничтожить его. Теперь он просто начнет его заново. О, не думаю, что он так поступит. Я люблю его. Ужасно его люблю. Разве не глупо с моей стороны? Да, еще как. Это все моя вина. Если бы не магазин, мы бы поженились много лет назад. О, Найджел, как жестоко с твоей стороны. Прости меня за портрет. Ничего. Я собираюсь превратить его в закат. Она его точно видела? Ты уверен? Уверен. В будущем мне лучше придерживаться натюрмортов. Вот мои ключи. Возьми и сделай там со всеми шляпами что хочешь. Изабель. Пожалуйста, возьми их. Так и не снялось. Да и зачем, правда? Слышите, вы не против подняться наверх? Прошу меня извинить, завтра я вам все объясню. Что ж, ладно. Здравствуйте, Клэр. Привет, Клэр. Как голова? О, полностью прошла. Хорошо провели время? Это был чудесный вечер. Что делаешь? Отгадываю кроссворд. Но ты же их ненавидишь. Просто убиваю время. К сожалению, я застряла. Что тебе подсказать? Слово из семи букв, начинающееся на букву R. Существо из вида ламантинов. Тут сказано, водное млекопитающее мифическое существо, наполовину женщина, наполовину рыба. Морская корова. Морская корова? Миранда. Она знает. Она шпионит за мной. Не смейте называть меня морской коровой. Вам это с рук не сойдет. Значит, вы... На самом деле... Да. Миранда русалка. Но если вы думаете, что вам удастся увидеть мой хвост, вы сильно ошибаетесь. Я не сплю. Теперь она считает меня ночным кошмаром. Мне жарко. Хочу стакан воды. Хорошо. Вы возненавидели меня, только мой хвост оказался в этом доме. Нет, я... Фух. Могу я чем-то помочь, доктор? Нет, она немного устала, только и всего. Сестра Кэрри вот-вот вернется. Как вернется, скажите ей, пусть идет спать. Вы все можете идти спать. Не хочу, чтобы ее беспокоили. Мне вот интересно, что ее расстроило. По мне, так ты должен знать. О, Бетти. Нет, ты не можешь сначала бросить меня, а потом вдруг подобрать. Все, что я хочу, это немного тепла и ласки. Тепла? Твоя проблема в том, что ты сам не знаешь, чего хочешь. Что ж, я неудачница. Словно рыба, выброшенная на берег. Вы не неудачница, Миранда. За этот вечер у вас уже было двое посетителей. Найджел и Чарльз. Чего они хотели? Думаю, оба хотели на вас жениться. Оба? Вот нелепость, да? Они были здесь вместе? Да. Как мне теперь смотреть им в глаза? Они попросили меня вернуть вам это. Мои знаки. Странно люди относятся к подаркам. Пол. О, Пол. Дорогая, удивительно, что у вас волосы остались. А это с расчесок. Неужели в море нет мужчин, которым можно было бы их подарить? Есть немного, но у них маленькие глаза и плоские носы, крайне невзрачные. Вот почему мы практически вымерли. Клэр, вы можете увидеть мой хвост, если хотите. Ой. Когда-нибудь, возможно. Он очень красивый, когда мокрый, правда, Пол? Очаровательный. Совершенно очаровательный. А сестер Миранда ты не встречал? Нет, нет. До весны они на Майорке. Я тоже туда собираюсь. Хочу в мае милое местечко. Полежу в моей ванной. Дайте мне несколько минут, Клэр. И тогда можете зайти посмотреть на мой хвост. До этого он будет выглядеть слегка обезвоженным. Опусти меня в кресло, Пол. Спасибо. Дальше я справлюсь. Ты уверена? Да. Поцелуй меня, Пол. Спасибо. Спасибо. Теперь тебе лучше вернуться к Клэр. Да. Прости, что она узнала обо мне. Это не важно. Ну вот все и улажено, дорогая. Теперь ты знаешь, и я счастлив. Но мы не можем это замолчать. Дорогая, придется. Пол, мы обязаны предать это огласке. Нет, Клэр. Это будет нечестно по отношению к Миранде. Но, Пол... Нет, я обещал Миранде, что это останется в тайне, и не нарушу своего слова. Пол. Да? Ее хвост. Он очень странный. Вовсе нет, он как у... О, так их уже нет. Просто закуска, дорогой. Хочешь, чтобы я зашел с тобой? Конечно, нет. Миранда? Миранда? Пол! Она пропала. Что? Исчезла. Ее кресло тоже. Вон она. Миранда, вернись! Подожди! Миранда! Быстрей, Пол. Миранда! Постой, Миранда! Вернись! О, Пол. Уплыла. С ней все будет в порядке? Угу. Я видел, как она плавает. Ей только нужно добраться до открытого моря. Может быть, и этому тоже. В следующем году поеду на рыбалку с тобой. Думаю, мне не стоит ехать на рыбалку в следующем году. И больше никакого холостяцкого отдыха. Никогда. Бедная Миранда. Она будет счастлива, греясь на солнышке на Майорке. Ах да, Майорка. Интересно, зачем она сказала, что хочет быть в Майо в милом местечке? Кто знает. Закадровый перевод Александра Герусова. КОНЕЦКИЙ КОНЕЦКИЙ Продолжение следует...